Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я начну снимать новую рукодельную неделю и буду стирать задания по плакатам. Я вышиваю, продолжаю стирать задания. Сегодня у меня на повестке дня осень и 150 крестиков темным оттенком. Осень моя с момента последнего видео не изменилась. Я буквально закончила снимать видео и стерла новое задание, поэтому все как есть. И думаю, вот как раз-таки это задание прекрасно подходит для данного процесса. Почему? Потому что темные оттенки я не очень тоже люблю. Вот я вам говорила ранее, что я не очень люблю вышивать какие-то большие участки, которые зашиваются одним цветом. Но и с темными оттенками та же история, особенно когда вокруг есть желтые, голубые, зеленые, и тут каким-то коричневым надо вышивать. Но это задание прекрасно подходит для меня. Почему? Потому что вот тут вот как раз-таки, опять-таки, бедное мое это дерево, которое я продолжаю мучить. Вот здесь у меня есть темный участок. Вот, начат он даже, но не закончен, потому что мне не очень хочется вышивать этими оттенками. И поэтому я решила, что это задание будет прекрасно, вот просто прекрасно подходить для осени от Овна. И я за сегодняшний вечер, я предполагаю, что это будет именно сегодняшний вечер, за один 150 крестиков. Не такая большая цифра. Я где-то по 200-250 могу сделать за вечер. Так вот, я надеюсь, что как раз-таки эти 150 крестиков я за вечер вышью, и уже смогу стереть новое задание, и мы будем уже продвигаться каким-нибудь другим процессом. Ну, а 150 крестиков это тоже результат, и тем более на таком проблемном месте. И я уже тогда смогу забыть о дереве и двигаться дальше, как я и планировала. Итак, 150 крестиков темными оттенками я вышила. Вышивала там же, где и планировала. Я вышивала вот эту вот часть работы и немножечко перешла вот сюда. Если смотреть, то это вот, вот тут вот находятся. Крестики мои вышитые, то есть выше можно уже будет вышивать с золотистым, красивым золотистым цветом, и можно будет вышивать и ели. В общем, наслаждаться различными яркими красивыми оттенками, но коричневые вот эти вот темные цвета надо было вышить, и я их вышила. Это, кстати, второй раз, когда мне задания по плакатам помогают вышить сложные для меня, сложные элементы на этой работе. Во-первых, я небо вышила хорошо и продвинулась там тоже хорошо. Во-вторых, коричневые оттенки вышила. Да нет, наверное, даже третий я еще и бэкстич сделала в прошлом видео. Так что тут прямо вообще работа летит. И я уже хорошо так приближаюсь к тому, чтобы у меня было 20% работы готово. Но я стерла следующее задание, и мне надо вышить тысячу. Опять-таки, тысячу крестиков, внимание, на долгострою. Вообще, по-хорошему, наверное, надо было бы вышить тысячу крестиков на этой работе, но здесь 18-й каунт, и у меня сейчас недели рабочие, сейчас начнутся рабочие будни, и я смогу вышивать только по вечерам. Поэтому этот процесс для такого большого количества крестиков за раз он не очень подходит, потому что и каунт 18-й, и, в принципе, здесь достаточно часто надо менять ниточку. Да и хочется внести какое-то разнообразие в видео, поэтому для тысячи крестиков я выбрала другой процесс, который у меня тоже начат в прошлом году. У меня вообще таких самых древних-древних долгостроев не осталось. У меня есть несколько работ, которые начаты там год назад, может быть, там два. Ну, вот как у меня были там с 17-го, 17-го года, таких уже долгостроев нет. Так вот, я выбрала сюжет для, на мой взгляд, идеально подходящий для большого количества крестиков, 1800. Вот в прошлый раз я опробовала на нем 888 крестиков. Это гибискус. И я решила, почему бы еще гибискусу не подарить тысячу крестиков, чтобы он хорошо продвинулся. С момента прошлого видео процесс не изменился. Вот так вот он выглядит. И я, не знаю, пока планирую вышивать сам лепесток. Здесь много различных оттенков есть. И я думаю, что если я вышью тысячу крестиков, я практически лепесток сам зашью. Посмотрим. Я, конечно же, понимаю, что это длительное задание, и что оно у меня не на один вечер. Но на вот этом процессе легко вышиваются большие количества крестиков, потому что здесь десятый каунт. И оттенки меняются не так часто. Даже если я пойму, что у меня там какие-то проблемы с отшивом, я возьму и буду вышивать вот этот вот фон. Здесь он вышивается двумя цветами. И тоже, я думаю, быстренько у меня все пройдет. Так что сегодня я начинаю опять вышивать большое длительное такое задание. И еще почему я выбрала гибискус? Не только из-за того, что у меня будут хорошо идти крестики, хотя это такой достаточно значимый факт, если учесть, что ты вышиваешь в рабочие будни. Но еще играет роль тот факт, что это второй процесс, который ближе всего к финишу. Да, у меня вот глициня, ну я кролика не беру во внимание, которого я начала в прошлом видео. У меня глициня там осталось не так много крестиков. И там уже порядка 90 с лишним процентов. А дальше у меня идут работы, которые там 10-15%, 14%, а здесь 40%. И, конечно же, я хочу, чтобы уже стало 50% и больше. Потому что я говорю, что когда у меня за 50%, мне кажется, что я вот уже к финишу приближаюсь. Пусть это 51% и мне еще вышивать половину работы, но мне все равно начинает казаться, что я близка к финишу, как никогда. Так что очень много фактов способствовали тому, чтобы я выбрала гибискус для этого задания. Посмотрим, как у меня это получится. Я надеюсь, что это вечера 3 у меня займет, и я уже смогу вам показать какое-то продвижение. В общем, ладно, мои хорошие, пойду вышивать. И надеюсь, что через секунду вы увидите магию и увидите, насколько этот процесс подрос. Ну что, мои хорошие, я вышила эти тысячи крестиков. Да, выполнение здания заняло у меня несколько вечеров. Этого следовало ожидать, потому что я не скоростная вышивальщица. И для меня тысячи крестиков это много. Это даже не два вечера работы. Но результат превзошел все мои ожидания, и я очень-очень-очень довольна. Я, конечно, понимала, что тысяча крестиков значительно отразится на моем процессе, но сейчас я вам покажу, и вы все поймете. Смотрите, как, на мой взгляд, заметны изменения, потому что в прошлый раз я вам показала скелет, если так выражаться, самого лепестка, а теперь у меня лепесток почти что-то, вот эта вот часть полностью вышита. И это не может не радовать. Обожаю задания эти, потому что они мне всегда помогают продвигать процессы. Но что я планирую сделать? Конечно же, я буду стирать задания дальше. Возможно, будет выпадать этот процесс, возможно, будут другие процессы выпадать. Но с этим процессом надо тоже что-то делать. Почему? Потому что вот эта вот часть у меня вышита полностью. То есть полная зашивка, и осталось не так много места для того, чтобы вышивать уже другие элементы работы. Здесь вот досюда у меня вообще полностью практически работа вышита, ну, не считая вот этих вот нескольких незашитых крестиков, которые, конечно же, легко зашиваются. А впереди меня уже совсем скоро ждет угол. Почему я говорю, что совсем скоро? Потому что фон вот этот вот, он вышивается достаточно легко, а сам бутон, ну, как я понимаю, занимает немного места, потому что, вот, если смотреть по превью, вот у меня эта часть лепестка вот здесь находится. И если проводить вверх, то мы понимаем, что здесь угол уже совсем будет скоро виден. Поэтому я работу буду переставлять в пальцах, и она у меня будет уже немножко по-другому выглядеть, и я уже буду двигаться ко второму углу, потому что мы приближаемся к 50% готовности работы. И когда я вышью глицинию, я надеюсь, что это случится в декабре, то я сделаю этот процесс основным. То есть я буду стараться именно его продвигать, так как из всех моих процессов он наиболее близок к финишу. Вот. Так что результатом я безумно довольна. Да, тысяча крестиков, но, как я и говорила ранее, и неоднократно вообще, в принципе, говорила в своих видео, гибискус для меня настолько легкий процесс, что я, наверное, и 3000 крестиков на нем вышла, но надеюсь, что такое задание мне в ближайшее время не выпадет, ну, если только на новогодних праздниках, когда я смогу его выполнить. Ну, что, наверное, я сейчас немножечко отдохну от этого своего марафона. Там у меня каждое видео с гибискусом это какой-то марафон, уже традиция складывается. И, наверное, тоже сотру какое-нибудь еще задание. Надеюсь, оно будет небольшим, ни тысячи и ни две крестиков. И уже определюсь с процессом, и обязательно покажу вам, что же я буду вышивать дальше. На своих экранах вы можете сейчас видеть кролика от Ершовой Оксаны. Вот так вот кролик будет выглядеть в ближайшее время. И вот так вот он выглядит на данный момент. Я тоже его пока еще не брала в руки с момента последнего видео, но решила, что нужно его заканчивать. 77 крестиков мне надо вышить шоколадным оттенком. И я подумала, что вот, чем не молочный шоколад. И взяла этого кролика. Думаю, что я на шоколадных оттенках не остановлюсь и закончу его достаточно быстро. И тут не так много крестиков. Точно 77 крестиков, я думаю, я наберу. Ну, а его камзольчик я тоже, возможно, вышью. Там тоже одним цветом вроде бы все вышивается. И я считаю, что это небольшое задание. И можно стереть следующее задание. И я его тоже стерла. Буду их выполнять параллельно. Может быть, на кролика потрачу два вечера. Какое второе задание мне попалось? Мне надо вышить 700 крестиков на любимом процессе. Но у меня все процессы любимые, я их все люблю. И я думала, какой же процесс взять? И тут мне вспомнилось, что на моей глицинии от французских вышивальщиц, от Веронии Каженер, осталось 792 крестика. И почему бы не закончить эту работу вот этим заданием? И задание выполню, и процесс сокращу. И даже достаточно символично так получается, что я хочу и кролика закончить, процесс, который начала совсем недавно. И глицинию будет такое видео получится, если все получится, если все срастется. Видео финиши. Два финиша в одном видео. Просто круто. В общем, 700 крестиков я буду вышивать. И я надеюсь, что это мне тоже где-нибудь вечера на 2-3. Я справлюсь. Потому что в прошлый раз, я когда вышивала на гибискусе 888 крестиков, я где-то за 3 вечера справилась. Здесь 700. Ну, я планирую, конечно, 790, чтобы уже закончить. Вышивать здесь осталось совсем немного. Вышить надо вот здесь вот листики, зелень. И все. И финиш. Ну, там еще немножко бэкстича. И действительно все. Финиш. И можно уже об этом процессе забыть и поставить себе плюсик, что я вышила глицинию, о которой мечтала несколько лет. Я ее, кстати, в этом году и начала. Так что вообще все будет очень здорово. В общем, держите за меня кулачки. Я пойду вышивать. Получится у меня это или нет, я узнаю через несколько дней. Ну, а вы узнаете через несколько секунд. Сейчас я буду делать то, что в 2022 году делала очень редко, а точнее всего лишь два раза. Я буду показывать вам свои покупки, причем покупки наборов. Да, за весь 2022 год, сейчас на дворе декабрь, я купила всего лишь два набора, не считая этих. Но так сложились обстоятельства, что в конце ноября или в начале декабря, точно уже не помню, плохая память на даты, я получила сообщение ВКонтакте от своей подписчицы, которая дала мне очень хорошую наводку. Она мне показала, что в мире вышивки, это, кстати, не реклама, есть акция, где они складывают несколько наборчиков, и вроде бы как цена на них более выгодная. И я сначала, и так как я взвешиваю все свои покупки, я посмотрела и подумала, действительно, хочу эти наборы. Но как же я буду брать два маленьких набора? Я решила взять еще один большой набор, и сейчас я вам все покажу. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже один набор знают, какой сюжет я купила. Ну, а кто не подписан, сейчас будет интересно. Да, на правах реклама, опять рекламирую свои соцсети, ВКонтакте группа, канал в Телеграме, все это вы найдете в описании ссылочки, я имею в виду. Ну, а теперь приступим уже к наборчикам. Какие же наборы я купила по наводке своей подписчицы? Хочу сказать еще раз большое спасибо. Я купила вот этих два набора с чашечками от Алисы. Я видела эти наборчики ранее, до того, как мне показали их и сказали, что акция есть в Мир Вышивки. Но я опять-таки взвешивала, надо мне, не надо, насколько это рационально будет покупать эти сюжеты. Ну, в итоге решила, что прекрасные нежные сюжеты, и почему бы не воспользоваться акцией. Возможно, я опять-таки стала жертвой маркетинга, но мне уже все равно. Очень нежные чашечки, вот эта вот чашечка с розочками, вот эта вот чашечка с пионами. Пионы я вообще обожаю в вышивке. И сюжеты сами по себе небольшие. Один 16 на 15, второй 16 на 16. То, что касается моих планов, планирую ли я менять основу, когда буду вышивать, когда дойдут руки, тогда, конечно, буду думать, но, скорее всего, планирую. Тем более, это Алиса, и я не понаслышке знаю о их дробном бэке, когда бэкстич вышивается как угодно, только не по клеточкам. И его гораздо удобнее делать именно на основе равномерного переплетения, а не на конве. Мне во всяком случае. Вот. Ну, в принципе, открывать набор я не буду. У них у всех одинаковая комплектация, что у Алисы, что там у той же Панны, у Риолис. То есть, если вы когда-либо видели наборы, обзоры наборов этих, или же вы когда-либо держали наборы в руках, мало что изменится. Когда буду вышивать, когда дойдут руки до этих сюжетов, то обязательно вам покажу. Но вот эти вот сюжеты, они куплены достаточно по выгодной цене, и я безумно довольна, что я их купила. Но, конечно же, я не могла остановиться только на двух сюжетах, и мне хотелось купить что-то такое побольше, потому что мне еще надо было платить за доставку. И я решила, что доставка-то от суммы не зависит, но когда я получу большее количество наборов и больше желанных сюжетов, то я буду больше довольна. Вот. Масло масляное. Так вот. Я зашла в свой список избранного на мир вышивки, и мне попался на глаза набор, который я давно хотела. И это будет парный набор, потому что сюжет у меня уже один вышит. В начале года, кстати, я его начинала, да, и это в средине вышило, вроде бы. Так вот, это вот этот вот сюжет от Риолис. Это у нас рождественский свет, и он идеально, на мой взгляд, подойдет к моему фонарю. Зимний чай от Риолис, который я в начале года вышивала. Если этот сюжет вышить, он, кстати, тоже вышивается на черной основе, и оформить его одинаково вместе с зимним чаем, я думаю, очень будет хорошая композиция на новогодние праздники, которую можно будет вешать, ставить, как угодно, которая будет украшать ваш дом в новогодние праздники. Я обязательно это сделаю. Возможно, я как раз-таки в новогодние праздники начну этот сюжет, потому что он зимний, и он такой рождественский. Не знаю, подумаю. Все равно, как бы, я никогда не успевала вышить что-либо к праздникам, и я не сезонная вышивальщица, я цветы вон круглый год вышиваю. Подумаю, что и как. Так, может быть, и возьму его в ближайшее время вышивать, потому что пара ему есть, и было бы неплохо, например, к следующему новому году вышить и уже оформить эти работы. Так что вот, такие вот у меня покупки. В общем, покупка меня довольна. Рада. Покупки вышивальные, это всегда приятно. И, возможно, даже купила себе ближайший старт. Хотя вот эти вот сюжеты мне тоже очень хочется начать. Тем более, они небольшие. В общем, подумаю, подумаю, подумаю. На три искушения у меня в запасах появилось больше. Ну что, вот и пришло время показать результаты своих трудов. Что же у меня по тем двум заданиям, которые я стирала. То есть, я должна была вышить 70 с лишним крестиков коричневого цвета на кролике и вышить 700 с лишним желательно крестиков на глицине. Времени было не очень много. И сейчас я вам покажу, что же у меня из этого получилось. Начну с кролика. Что у меня по кролику? А по кролику у меня финиш. Я вышила не только самого кролика, но даже успела приклеить ему задник, пришить морковку. С задником были вопросы, потому что мне не очень нравилось, что сам задник, который тут вырезан, но он выходит за границы кролика. И видно вот эти вот белые, белый материал. Но потом я решила не заморачиваться. Я с девчонками в чатах делилась. Кто-то мне советовал, может быть, можно взять маникюрные ножницы и обрезать краешек, чтобы он не выступал. Но я смирилась с той мыслью, что у меня будут выступать белые вот эти вот участки. В принципе, мне кажется, не так-то и плохо. Сам кролик мне безумно нравится. Я даже, видите, сделала уже ему завязочку. Можно будет его вешать на елочку. Так что, возможно, кролик проведет Новый год вместе со мной, встретит его. Тем более, в принципе, это такой символ года. Я даже об этом не задумалась. Я, кстати, осознала это только сейчас. Когда вышивала, я об этом не думала. Да, это же символ года. Следующий у нас год кролика, и там еще кот фигурирует. Но я не сильна в восточных гороскопах. В общем, вернемся к самому кролику. Очень мне понравился результат. Такой классный кролик получился. И так он хорошо разработан. И бисер очень здорово смотрится. И вообще, вот эта вот морковка, она меня прямо прибудет в восхищении и умилении. А так как я вышивала по набору все-таки, я хочу вам показать, что же у меня осталось. А осталось у меня достаточное количество ниточек. Некоторых больше, некоторых меньше. Вы можете здесь видеть, да. То есть, где-то целыми пасмами практически осталось, где-то чуть меньше. Но все равно нитки есть. Ни притык в притык. Также у меня остался бисер. Что одного цвета, что другого цвета. Но все-таки надо быть с бисером аккуратнее. Потому что если потеряете какую-то часть, то будет печально и грустно. То, что касается черного, там вроде бы вообще одна была. Уже не помню. Но у меня пакетика этого нет. Ну и, соответственно, нитки, которыми пришивается бисер, у меня тоже остались. Я, кстати, думала пришивать бисер к ролику. У меня есть такие отмеробильки мои. И остались прозрачные нитки, которые вообще не видны, что ими вообще что-то пришито. Такое ощущение, что бисер просто наклеен на работу. Но как-то вот так вот получилось, что этот белый цвет, он не бросается в глаза. Морковку я пришивала не белым цветом, а именно тем цветом, которым вышита лапка у кролика. Это то, что касается кролика. Сейчас я сотворю магию и покажу вам, что же у меня по глицении. Вуаля! И финиш по глицении. У меня прямо вообще видео богато на покупки, на финиши. И это, наверное, главный финиш. Я давно хотела закончить глицению, потому что процесс вроде бы небольшой. Если ударяться в статистику, то тут всего лишь 11 тысяч крестиков. Учитывая, что все мои процессы, там количество крестиков переваливает за 30 тысяч крестиков. А тут всего лишь 11. Но вышивала я его непростительно долго. Сам процесс достаточно легкий, но опять-таки я ошибалась. И если вы смотрите мои видео достаточно давно и следили за отшивом этого процесса, то вам могу сказать точно, что все ошибки – это из-за моей невнимательности. Почему я была так невнимательна именно на этом процессе, сказать не могу. Я смеялась даже, что это заколдованный процесс. Но если вы давно хотите вышить глицению, да я думаю и в принципе всю серию ботаническую, что цветочную, что фруктовую, то я вам это советую сделать, потому что очень легко. Я вышивала Вероника Женер, я вышивала Изабель Ватье. Не знаю, насколько правильно делать выводы, исходя из двух работ, которые ты вышел, но пока для меня французская вышивка – это достаточно легкая вышивка. Но при этом результат получается очень интересный. И мне безумно нравится эта глициния, потому что она классная получилась. Это был самый мой любимый ботанический сюжет из всей серии. Мне еще очень много нравится, но в основном это фрукты и овощи. Мне нравятся безумно перцы, мне нравятся апельсинно-мандаринные, вот эта вот лимонная серия. Но глициния – это была моя любовь. Я ее нигде не могла найти. Меня спрашивали про схему. Мне схему одолжила моя подруга вышивальная, у которой она была. Потому что я нигде не могла найти уже сам набор. Да и плюс набор, он достаточно кусачий. Там всего лишь продается сама схема и ткань. И все это стоит достаточно дорого. Но я была готова и на это, потому что я все-таки в душе не пират. Но меня выручила моя вышивальная подружка. Так что вот такой вот у меня получился результат. И я довольна, что у меня все так вышло, что у меня и финиш, в принципе, по кролику случился, которого я недавно начала, и глициния, которую я начала достаточно давно. Что же я планирую делать дальше? Глициния была моим процессом выходного дня. Возможно, именно поэтому я так долго ее вышивала. Но у меня освободилось вакантное место, так сказать. И я выбрала себе новый процесс выходного дня. И это будет герань от Екатерины Волковой. Я ее вот как начала 15 ноября, так, в принципе, и не трогала. Процесс маленький. Опять-таки, возвращаясь к статистике, здесь 4000 крестиков, что практически в три раза меньше, чем в самой глицинии. И думаю, что должна я справиться неплохо, несмотря на все эти четверть крестики, которые у Екатерины там присутствуют. Но процесс выходного дня у меня определен. Буду вышивать Екатерину Волкову. Герань. И надеюсь, что, конечно же, до Нового года я тут не справлюсь. Несмотря на то, что тут у нас еще две недели есть. Но я не вышиваю с такой скоростью. Так что у меня герань будет процессом выходного дня. И я буду ее вышивать. Поэтому продвижения по этому процессу будут обязательно. И вы их увидите. Я помню, что у меня есть и другие процессы. И я должна их заканчивать. И Чайные розы от Лукаэс. И Мережка, замок от Мережки. Вот он, кстати, у меня. Вам напомню, что у меня есть такой сюжет. Но, кстати, с ним у меня есть некоторые сложности. Меня из-за некоторых обстоятельств не очень тянет отшивать этот набор. Явно это когда-нибудь пройдет. Но пока что... Я не говорю, что я ее взяла на паузу. Я верю, что у меня выпадет какое-нибудь задание, по которому надо будет вышить энное количество крестиков именно на этом сюжете. И я их вышью. Но пока вот так вот. То, что касается этого процесса, то, так как у меня освободились пяльца от глицинии, я взяла и переставила их именно на этот сюжет. Потому что я в последнее время фанатка именно квадратных пялец. И мне почему-то вот нравится вышивать сейчас именно на квадратных пяльцах. Хотя раньше, когда я не знала, этого все хорошо шло и на кругленьких пяльцах. Но сейчас нет. Только квадратные. Поэтому вроде бы и процесс запялила в удобные пяльца. Надеюсь, что продвижение будет. Также и по чайным розам от Лука Эс. Я их собиралась вышивать в группе ВКонтакте. Пока немножечко у меня тут дело заглохло. Но надеюсь, что в скором времени все исправится. В общем, то, что касается процессов, я вам сказала. Я буду вышивать герань от Екатерины Волковой. Так что продвижение вы по ней будете видеть. Ну и плюс я буду вышивать гибискус. Потому что этот процесс у меня наиболее близок к финишу. Вот. Ну, а там, глядишь, к осени и дело до осени дойдет. Ну и до других процессов тоже. На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы закончим это видео. И встретимся с вами уже в следующем. Богато видео получилось и на покупки, и на финише. Прекрасное, мне кажется, финал года. Потому что год уже скоро подходит к своему концу. Это явно будет последним финишем этого года. И я считаю, что очень даже неплохое завершение. В итоге года мы посмотрим все мои немногочисленные финиши. И обязательно посмотрим все мои текущие процессы. А на этом я буду с вами прощаться. Как всегда, по традиции, желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok